Упрощение процедуры выхода на биржу и защита интересов мелких инвесторов – это главная тема пресс-конференции Китайского комитета по контролю над ценными бумагами. Представители ведомства подвели итоги развития фондового рынка страны в прошлом году и рассказали о планах на ближайшие месяцы. С подробностями мои коллеги. Хайтек и инновации при поддержке государства. Биржевой регулятор Китая обещает существенно упростить процедуру первичного размещения акций или IPO для высокотехнологичных компаний. Приседатель комитета по контролю над ценными бумагами отмечает, на быстрое становление именно этого сектора экономики сейчас надеются в Пекине, поэтому легкий доступ отраслевых компаний на фондовый рынок в интересах государства. Кроме того, поддержку получит малый и средний бизнес – опора экономического преобразования страны. «Рынок капитала должен регулироваться в соответствии с вектором развития реального сектора экономики. Сейчас в стране быстро развиваются высокотехнологичные компании. Инвесторы не только надеются получить к ним доступ и извлечь из этого выгоду, но и готовы взять на себе сопряженные риски». Лю Ши Юй также отметил, что восстановление рынка капитала после тяжелых событий 2015 года затянулось больше, чем ожидалось. Однако сейчас рынок вновь готов к большему числу первичных размещений ценных бумаг. Уже в прошлом году регулятор стал быстрее выдавать разрешение на проведение IPO, и рынок оценил это положительно. «В 2016-м мы одобрили заявки 280 компаний на проведение первичного размещения акций на фондовой бирже. Из них 248 смогли провести IPO. В общей сложности они привлекли 163 миллиарда юаней или около 24 миллиардов долларов. Появление новых компаний на бирже может увеличить ликвидность рынка и привлечь дополнительный капитал». В новом году регулятор также ужесточит меры по контролю над рынком, чтобы защитить интересы мелких инвесторов. «Когда я занял пост председателя комитета, я был изумлен хаосом, царящим на фондовых рынках страны. Я увидел, как некоторые крупные игроки буквально съедают мелких инвесторов за счет разорения акционерного рынка под прикрытием закона. Их действие угрожает стабильности нашей экономики. О бестабильности, об успешных экономических реформах не может быть и речи». В то же время регулятор пойдет на все необходимые меры, чтобы не допустить повторения паники лета 2015-го, когда по итогам торгов 26 августа китайский рынок показал самое стремительное падение с 1996 года. Ци Цзин, CGTN